Да, всем добрый день. Спасибо, что зашли к нам на доклад. Хотя он не так шарно начинался, в 12 часов. Я думаю, все, кто мог, уже подошли. Меня зовут Акошкин Дмитрий. Я руководитель группы разработки в компании «Открытая мобильная платформа». Непосредственно отвечаю за обеспечение и разработку жизненного цикла приложений в системе. Сейчас возьмем немножечко, накликаем. То есть чем в целом занимаюсь непосредственно я и команда в рамках iOS Aurora? Мы разрабатываем жизненный цикл приложений в системе. От того, как они должны компоноваться, устанавливаться в систему, запускаться, кто следит за всеми этими процессами и как они взаимодействуют с middleware и в некоторых частях с уровнем ниже в рамках керна. Большой блок непосредственной ответственности идет на изоляцию, на механизм подписей. Подписи здесь в широком смысле. То есть это и самих приложений, и разделов, и тех самых данных, которые это приложение предоставляет вместе с собой. И соответствующий набор системного API и компонентов необходимый для того, чтобы это все бесперебойно, качественно работало в рамках системы. Давайте построим сегодняшний доклад, наверное, по такому плану. Откатимся назад. В самом начале, что такое с Aurora вообще. Пройдемся по общей архитектуре безопасности в системе. Разберем новую в рамках последнего релиза 5.1 Aurora концепцию доверенных источников и что нас ожидает для учления в рамках безопасности в будущих релизах. С самого начала у нас, я думаю, многие слышали про операционную систему Aurora. Мы уже более пяти лет развиваем своими силами систему, делаем упор на безопасность, на защиту политических данных. При этом предоставляется полный набор продуктов для разработки соответственно удобного приложения под систему. Поставляется ADK, есть дополнительные продукты по регулированию парка устройств в рамках Aurora Center и MDM и также отдельный блок адаптации ОС на широкий ряд устройств. У нас не только собственные разработки появляются, мы также активно партнерствуем с партнерами. Например, из последнего, что в рамках доверенных источников мы будем рассказывать большой вызов, который нам давал RESTOR. Если мы все-таки вернемся к тому, о чем мы хотели поговорить с точки зрения архитектуры, то, как любую практическую операционную систему, ее можно условно разделить на три основные части. Верхний — это прикладной уровень, средний у нас идет middleware, и нижний, где находится уже непосредственно ядро. К ядру у нас добавляется Aurora TEE, о которой сегодня уже пораньше утром рассказывал Константин Красев про заверенную загрузку. На среднем уровне все то, что непосредственно обеспечивает функционирование ОС, набор системных компонентов API. И самый первый уровень — представительский, который видит непосредственно уже пользователь. Сама платформа именно позиционируется не как дистрибутив, несмотря на то, что в ее составе находятся более 1800 пакетов, в том числе open-source, не только разработанных в рамках компании. Платформа же, потому что у нас есть свое... Ну, мы развиваемся не как какой-то дистрибутив, где мы берем набор пакетов, минимально их под себя настраиваем и отдаем это на откуп пользователю. Упор идет именно на собственную разработку, на экосистему, чтобы это между собой функционировало, чтобы добавлялись новые какие-то принципиальные моменты с точки зрения эксплуатации и безопасности. То есть более комплексный подход. Соответственно, как только мы говорим про безопасность, мы должны понять, от чего нам вообще в принципе нужно защищаться, какие бывают категории угроз и направления атак. Они в основном делятся на три основные группы. Первая — это физический доступ, вторая — сетевое взаимодействие. Условно мы не будем их выделять на первое и второе место, соответственно. И то, в рамках чего хотелось бы построить упор на повествование, это исполнение недоверенного кода и обработка недоверенного контента. Давайте пойдем по каждой из них в общих чертах, по физическому, сетевому. Физический доступ. Физический доступ. Какие у нас есть для этого варианты защиты. В рамках ОС Аврора. У нас используется Trusted Boot для доверенной загрузки, чтобы злоумышленник не мог подменить какие-либо разделы. Шифрование домашнего каталога в обязательном порядке, так как самый основной упор — это защита польских данных. А это, можно сказать, корневая его точка вхождения ко всем польским данным. Криптохранилище Aurora в ТЕ, в том числе в рамках разработки вот этого целого компонента, о котором, опять же, ранее рассказывал Константин. По сетевому взаимодействию тоже есть, на самом деле, ряд отличий и нюансов. Обеспечивается это доверенным API, VPN, крипто-API, фаерволами, VPN-вью Enterprise. И здесь есть такое принципиальное отличие, что мобильный ОС от десктопных на самом деле очень кардинально отличается. Тем более, что даже сами десктопные могут делиться на мобильные десктопные и стационарные. Потому что, пользуясь своим мобильным устройством каждый день, мы по сетевому взаимодействию постоянно подвергаем его угрозе, гоняя тонны трафика, подключаясь к, чуть ли по мере вашего шествия куда-либо, куча точек доступа, доверенных, недоверенных, неизвестно. Нужно в мобильный ОС иметь немножко другие принципы, как нам все-таки защищаться внутри от всего этого, физически, по сетевому, и как в итоге блокировать запуск недоверенного кода. И вот если говорить про общую архитектуру безопасности приложения ОС Аврара, как уже и говорили, что система направлена на все три вектора, на физический, сетевой, на исполнение недоверенного кода, обработку недоверенного контента. Все эти механизмы доступны в рамках системы, как говорится, из коробки. То есть дополнительные сложные настройки от пользователя не требуются. И очень большой основной упор делается на возможность построения замкнутой программной среды, что особенно актуально в рамках B2B-сегмента. То есть мы поняли, что у нас есть три вектора атаки, и попробуем сфокусироваться на том, как нам все-таки заблокировать исполнение недоверенного кода, какие механизмы безопасности за это отвечают в принципе. Рассмотрим общую модель безопасности, где у нас приведена картина в рамках отдельных приложений, которые, соответственно, будут пытаться исполнять этот недоверенный код. У каждого приложения есть свой набор данных, который оно с собой несет. И все эти данные, в том числе, внутри этого приложения подписаны. Само приложение подписывается таким типом подписи, который мы можем видеть серым, самым правым от приложения. Это подпись разработчика, и то, что выделено розовым, это клиентская подпись. Соответственно, за проверку атрибутов данных отвечает ядро. Мы поговорим, какие именно конкретные механизмы чуть дальше. За проверку подписи разработки отвечают системные сервисы уже. Соответственно, в этом плане, если мы углубимся непосредственно в подпись, декомпозируем общую картину на какое-то единое приложение, то мы можем увидеть следующую схему. В самом верху у нас есть приложение, у которого есть некоторый заголовочник и его данные. Весь этот блоб у нас подписывается тем, что мы назвали только что подписью разработчика. Если ее декомпозировать, она состоит из следующих частей. Сертификат, соответствующие подписи для имы, и опциональная опция — это ротационная цепочка. Для чего она сделана? Что если вы вдруг по какой-то причине утеряли свой ключ, либо он был скомпрометирован, так или иначе, есть возможность сделать ротацию этого ключа. Старый же ключ автоматически будет попадет в черный список в системе, и приложение, подписанное утерянным ключом, просто будет блокироваться к запуску. Это то, что касается подписи разработчика. То, что касается клиентской подписи. Клиентская подпись не подписывает какой-либо контент, она подписывает и дает какой-то общий фактор доверия к предыдущей подписи. То есть подпись разработчика при установке приложения в систему из сертификата достает атрибуты и восстанавливает их. Сам сертификат мы в рамках и мы загружаем в соответствующий киринг, который будет дальше уже проверять соответствие вот этих распакованных атрибутов на том файле, который пытается запуститься, чтобы понять, дадим ли мы ему возможность к запуску или нет. При компрометации, соответственно, такие файлы запускаться не будут. Будет только компрометация подписи, либо ее некорректная структура. И вот эта вот самая подсистема у нас на этом этапе блокирует запуск именно исполняемых файлов. Имеется в этом плане при подписи, если мы говорим, соответственно, поддержка алгоритмов ГОСТ. И текущие подписи в основном выпускаются, сертификаты выпускаются с ее использованием для каких-то разработчиков, партнеров, которые обращаются за ключ пары. Если вернуться опять же на один шаг назад к подписи разработчика, которая является обязательной, если подпись клиента опциональная, она может как быть у приложения, так и не быть, то без подписи разработчика установить такой пакет в систему будет невозможно. И перед тем, как блокировать запуск кода, мы, наверное, хотели бы еще в том числе разделить, какой тип кода может использовать какой API в системе. Для этого у каждой подписи разработчика есть своя подгруппа, которая делится на профили, профили валидации контента пакета, приложения. Чем это обусловлено? Что, например, у нас есть профили regular, extended, mdm, antivirus, house market. Regular — самый базовый профиль, который подписывается обычно и выдается разработчикам приложений. Extended — уже более расширенный профиль, которому нужен более углубленный в систему API, который для обычных приложений либо избыточен, либо считается более рискованным. То есть условно разработчику-калькулятору вряд ли понадобится сертификат с подгруппой extended. Таким образом регулируется также уровень того, какой набор API к какому разработчику может подойти. Также калькулятору не нужен вряд ли профиль антивируса. То есть идет разделение именно потому, что система блокирует для выдачи, что считается стабильным, нестабильным, а что является публичным. Как мы видели до этого, общая схема безопасности, модель безопасности, но она была неполная, потому что мы до этого постоянно говорили про замкнутую среду, мы говорили про физический доступ. И если говорить про замкнутую среду, то здесь уже за это отвечает вторая подпись, которая не является обязательной. Опять же, это клиентская. Именно за счет клиентской подписи, например, в рамках картинки от RGD, может организовать себе закрытый контур, при котором он сам определяет то, какие приложения могут в его рамках исполняться. То есть как только на устройство попадает пакет, подписанный подписью клиентской RGD, система привязывается к текущему клиенту и никакие другие пакеты с отсутствием клиентской подписи или отличающиеся от этой не могут быть установлены. Это хорошо работает в рамках B2B-сегмента для жесткой изоляции, но это начинает плохо работать, когда устройство попадает в руки обычного пользователя. То есть в данном случае такому человеку вообще не нужен вот этот вот эшелон безопасности для замкнутой среды в рамках второй подписи. И зачем, соответственно, она нужна? А зачем она, соответственно, нужна, и что с этим было сделано? Мы сейчас к этому перейдем. Но перед тем, как мы к этому перейдем, мы дополним все-таки общую модель безопасности недостающим элементом. Вот теперь она выглядит цельно. То есть здесь теперь идет защита общей модели как к исполняемому физическому доступу, где у нас в ядре есть аворота ИЕ. Теперь это выглядит полностью. Разобрались с тремя векторами, разобрались, какие есть общие у нас понятия с точки зрения безопасности, сконцентрировались на исполнении недоверенного кода, покрывают подписи, есть ротация, есть блоклистинг. Все отлично. Но что делать с вот этой самой второй подписью для замкнутого контора в рамках B2C, например? А здесь мы в рамках вот этого последнего пункта приходим к тому, для чего вообще нам его нужно использовать. И мы начинаем смотреть, опять же, структурно, что у нас есть в эшелонах защиты и что нам стоит расширить в этом плане. То есть мы проговорили, что чтобы устройство жило долго и счастливо, нам нужно самым первым эшелоном предотвратить запуск какого-либо недоверенного кода. То есть чтобы он в принципе на этапе попадения на устройство сразу отметался. Здесь подписи, проверка атрибутов для запуска кода, валидация API, разделенная на профиля. На следующем этапе, если первый этап прошел или, не дай бог, его смогли обойти, второй эшелон. Это уже идет непосредственно изоляция. Здесь линукс импейсы, сиком, бпф, запрет выполнения джид-кода, хранилище ключей в ТИЕ. То есть именно то, что если у нас вдруг все-таки этот контент попал на устройство и может исполняться, как нам его сдерживать нужно? Хорошо. Если вдруг каким-то образом вот этот недоверенный код выбрался из всех перечисленных во втором пункте у нас изоляции, запретов смог исполниться, то здесь уже идет следующий уровень, это реагирование. То есть непосредственные системные сервисы, которые следят за целостностью системы и сами за собой в том числе следят, потому что если сломать сервис, сервис, который следит за всей системой, то не очень-то и безопасно получается. И здесь как только мы видим, что код пытается отключить какие-либо механизмы безопасности, дотянуться до каких-то sensitive данных, устройство блокируется соответствующей резолюцией для пользователя, что произошла компроментация в рамках твоего защищенного контра и в рамках твоей защищенной ОС. Иди проверяй, что-то у тебя явно не так. И опять же, здесь нигде нет второй подписи. Поэтому пришло время все-таки расширять механизмы безопасности и делать то, что раньше было слишком узкоспециализированным, на более широкую публику с соответствующим харденингом. И здесь входит на панель новая концепция доверенных источников. Точно раньше называлась клиентской подписью. У нас плавно, грамотно трансформируются в источники. А вообще, соответственно, зачем? Какие цели? Изначально у нас все идет в мире семимильными шагами. Тот же самый, не знаю, упоминать его в этом зале, конечно, iOS начал разрешать условные сторонние магазины приложений. А это такое расширение модели угроз, что есть бесчисленное количество каких-то точек, откуда может прилететь какой-то недоверенный код, который может даже исполняться. Но мы не будем про iOS. Мы просто поговорим про то, как нам сохранить замкнутые среды, но позволить всем все-таки иметь какую-то свободу воли, свободу выбора. Как нам устранить недостатки вот этой самой привязки всего целого устройства к источнику. И как нам подготовиться к этим самым магазинам. Как мы помним из похожей картинки ранее, где у нас присутствовал Аэрофлот, РЖД, там мы могли привязать одного клиента к одному соответствующему устройству, ну, либо к парку устройства, закрыть его на нем. Здесь у нас есть некоторый магазин приложений, назовем его Рестор. У него есть своя собственная подпись, которая называется источником теперь. То есть все приложения, которые поставляют Рестор, они подписывают со стороны Рестора источником. Источником Рестора, у которого уже пользователь может принимать какое-либо доверие. На этом бы мы всю систему к Рестору и привязали сейчас. Вот. Но у нас есть теперь выбор. Источников может быть много. Источники могут быть только доверенные. У каждого приложения должен быть источник. И теперь у нас есть два фактора доверия. От Рестора, который установлен, и от условного Росатома, который все еще хочет закрытый контур, но хочет его все-таки расширить на Рестор. Он волен отключить Рестор из доверенных источников. Волен подключить. То есть в данном случае, сохраняя предыдущие аспекты замкнутой среды в рамках B2B, мы добавляем расширение, не теряя безопасности. И вот здесь соответствующая вторая подпись уже выходит наконец-то в рабочее состояние. Теперь она полноценно фиксируется системой, фиксируется сервисами, проверяется более, неправильно сказать, что хотел сказать, проверяется более тщательно. Она и так тщательно проверяется. В том плане, что она контролируется теперь непосредственно еще и администратором устройства. Как бы это в целом функционирует с точки зрения пользователя, администратора устройства. У нас есть три источника. Источник один, источник два, источник три. Пользователь доверяет всем трем. Он установил соответствующее приложение, принял доверие. Он теперь может без какой-либо дополнительной манипуляции устанавливать приложение с этими источниками. Сколько угодно может поставить их. Такого при клиентской, конечно, сделать было нельзя. А времени наполнить потихонечку? Да, да, да. То есть у нас получилось, что привязку мы убрали, добавили несколько. Доверие к этим источникам администратор устройства в том числе может в любой момент отозвать, заблокировав установку таких приложений. При этом, соответственно, с точки зрения удобства пользования система скажет, что есть такая подпись, такой источник, она относится к такому-то разработчику, к такому-то именно точке входа этого контента, после чего подтверждаем паролями, удаляем. И подпись источника является обязательно, но мы не забываем про обычных разработчиков, у которых нету, например, таких возможностей, ну, не получен у них сертификат. Нет у них своего источника. На устройстве можно добавить условный явно сайдлоудинг, то есть это установка приложений из недоверенных источников. Это принимается на страх и риск пользователя, так как невозможно идентифицировать, от кого пришел соответствующее приложение. Управлять этим всем может, соответственно, исключительно администратор. И большой пункт, что доверяем мы не к каналу поставки, что это пришло из рестора, не к каналу, что это пришло из какого-то форума, идет именно доверие к самому источнику. То есть один и тот же пакет может распространяться из разных точек. Вы можете его найти где-то на условном FOPDA, у него будет привязка источника, что его взяли из карманового рестора, но можно точно знать, что этому приложению можно доверять. У него есть все факторы, которые обеспечивают это доверие. И заключая, как всем этим пользоваться, потому что есть магазины, есть источники, что с этим делать, насколько безопасен вообще API. Здесь повторим, что ключ разработчика, обязательный магазин приложений, это Hardenet. Чтобы использовать соответствующий API для этих самых магазинов приложений, нужен соответствующий разрешение, которое в соответствующем профиле у нас идет, которое выдается соответствующим разработчикам маркета. То есть здесь мы уже идем по такой ручной безопасности вдобавок к системно-автоматической. Можно создавать децентрализованные магазины, потому что нам не важно, кто канал поставки, важен лишь источник. Вам, может быть, вам это и нужно, я не знаю, я просто акцентрировал. Все механизмы безопасности идут из коробки. То есть, грубо говоря, если вы делаете свой магазин как приложений, в целом вы можете не проводить даже условно модерацию, потому что в любом случае, если пакет является недостоверным, он не установится. И заключительное, хотелось бы сказать про дальнейшее развитие как раз. В дальнейшем Hardenet по защите хотелось бы в следующих докладах как раз рассказать про удаленную локальную аттестацию, про групповые ограничения для приложений, для перьюзер приложений уже в том числе. И хотелось бы именно сделать упор на аттестацию. Поэтому 5.1 уже вышел, ближайший апдейт уже не за горами. И весь остальной Hardenet, я думаю, мы в следующих докладах уже тоже об этом поговорим и увидим. Давайте пропустим заказчик. Максимально быстро, мы выходим за рамки. Спасибо за доклад, давайте выходим за рамки очень сильно, поэтому буквально 3 вопроса максимум и заказчик. У меня вот одно узкое место, которое я увидел, у меня про него вопрос. Вот вы сказали, что можно скачать пакет какого-нибудь форпуда, который подписан, и он будет, так вы, получается, в данном случае не проверить, откуда он получен, а подписать его магазином, его в магазин не приняли именно из-за того, что там вирус условно, а потом положили в форпуда, у него уже будет подпись этого магазина, и тогда будет установлена проблема. Ну, с точки зрения того, что вы говорите, я говорю, можете не проводить модерацию со стороны магазина, да? Наоборот, вот это вот как раз узкое место. Вы как с этим боретесь? Сам источник-то не проверен. Получается, вы проверяете пакет, а как он туда… Чего? Не подписывай, не читай. Да. Не, ну, слушай, это все-таки пользователь. Смотрите, есть… Тут должен быть механизм внутри. Да, есть обязательная подпись разработчика без нее. Пакет, в принципе, не сможет быть установлен. На форпуда он будет, это подпись? Да, будет. Он будет либо выданный конкретному разработчику, либо, допустим, публичный, да? На форпуда, если вы у этого пакета скачаете его, и он будет подписан источником, например, Русторовским, то это фактор доверия уже непосредственно к Рустору. На Русторе его нет? Нет, смотрите. Есть Рустор, да? Его не приняли на Рустор. Да. Нашли там вирус. Подпись источника, подпись доверия. Он появился на Русторе, скачан, положен на форпуда, да, на Русторе заблокирован. Вот вам и подпись. И вот, пожалуйста, почему он заблокирован на Русторе. Потому что там вирус обнаружен. Взяли из форпуда, но здесь никак не проверяли. Смотрите, тогда здесь получается другая история. Здесь уже разделение по Рустору идет, потому что как только Рустор подписал дополнительно этот пакет своим источником, он навесил доверие к источнику. При установке такого пакета, если мы говорим исключительно за возможность его установки, если он корректно составлен, если в нем нету явных malware'ов, пользователь увидит, что это источник Рустора, у него будет вариант довериться Рустору или нет. Но даже если, допустим, произошла утечка какая-то, не успел Рустор удалить этот пакет, он оказался там с вирусом, его подписали как доверенный, пользователь говорит, ну это же Рустор, я ему доверяю, да, установил. Дальше у нас идут все вот эти основные эшелоны безопасности. Первое, как оно попадает на устройство, проверяется, как оно исполняется на устройство, и потом уже как заблокировать, если у нас пошел разнос по системе безопасности. То есть, да, если такая утечка была, и ее не смогли поймать, то дальше с этим справляются основные эшелоны безопасности. Здесь же идет именно доверие к Рустору, что Рустор, скорее всего, проверил. У Рустора там есть имя, допустим, и доверие. А, механизм подписи, соответственно, да, для разработчиков, для клиентов, для сертификатов имеется ротация, блоклистинг. Это все в том числе из коробки в основных механизмах используется. Спасибо за доклад. Николай Костригин, Базальт, СПО. Вы упомянули механизм ротации ключей, но нигде у вас, по-моему, на слайдах не было, где хранится база данных запрещенных ключей. Это энергонезависимая память или диск, или где-то еще. И способ доставки этих обновлений в пользовательское устройство. Да, по поводу того, как доставлять, как появляются эти ключи. Как раз-таки, если мы говорим за текущее состояние, сейчас этот набор ключей, он у нас привязывается и дополняется системе с апдейтами. То есть централизованного, оперативной доставки блоклиста минута в минуту, обновленного, его нет, он доставляется с апдейтом. То есть произошла утечка, обновилась в базу, она с hotfix апдейтом долетает. Но забегая чуть-чуть вперед, механизм харденец будущей версии. Где хранится эта база? Текущая база, она хранится в, соответственно, криптохранилище на устройстве. Здесь это избыточно, потому что у нас хранятся непосредственно метки сертификатов, некоторые скиды этих ключей. Не сам сертификат, а его идентификатор по скиду. Поэтому это является публичной информацией, скид сертификата. То есть его можно посмотреть просто на пакете, который Русдор выложил. Это не секрет. Поэтому как-то его более глубоко прятать, в этом столе нет смысла. Я веду к тому, что недавно при массовых CVE механизм UEFI оказалось, что заложенный для сертификатов отзыва хранилище в энергонезависимой памяти просто ограничено, и пришлось разрабатывать другой механизм. Вы этому подвержены или нет? Если у вас вдруг будет массовый отзыв ключей, не переполнится ли ваше хранилище? Где оно находится? Смотрите, по поводу переполнения хранилища здесь тоже говорит на какую эскаляцию. Это 100 тысяч, миллион ключей. Я условно. Тут все зависит от эскалации. Потому что наверняка можно прийти к такой точке, когда хранилище будет в любом случае переполнено. Но на тех мощностях, на тех примерах эксплуатации, с которыми мы сейчас сталкиваемся, то я отвечу, что текущее хранилище не будет переполнено. Но опять же повторюсь, что… Где оно находится? На диске или в энергонезависимой памяти? Оно находится на диске. Я опять же говорю, что оно находится под контролем целостностью системных компонентов, чтобы нельзя было оттуда убрать запись ключа, который был заблоклистен. Системный сервис скажет, что у вас идет компроментация. Кто-то смог дотянуться до этой части. Но с точки зрения того, насколько это sensitive информация, нету большого смысла ее куда-то более глубже запрятывать. Вопросы про тонкость стерилизации потом перенесем на дополнительные просто в колорах. Извините, можно вопрос? Да, только короткий, пожалуйста. Очень короткий. На слайде видел… Во-первых, представленный супер-шпайл. Спасибо за доклад. На слайде видел… У вас список 1800 плюс файлов, в том числе open source. Пакетов. Пакетов, да. Но при этом буквально месяца 4 назад был закрыт ресурс и релиз OMP Russia.ru, и в котором в Redmi написано, что здесь лежат файлы, нужные для разработчика. Почему? Файлы нужны… Ладно, я постараюсь ответить на этот вопрос. Я просто не совсем понял, про файлы нужны для разработчика, поэтому вкратце зацеплю общую тему, что релиз интернала OMP Russia, я даже если что-то сам не помню, как ресурс точно называется. Но это не имеет значения. Релиз интернала OMP Russia.ru. Там лежали все файлы операционной системы Аврора в открытом доступе. Сейчас нету. Почему? Смотрите, релиз интернала, это некоторый такой хаб, где у нас лежит исключительно публичная информация, либо которая необходима для обновления по устройству. То есть там нет всей базы пакетов, там нет какой-то sensitive информации, там может лежать исключительно что-то необходимое для публичного использования, что в целом можно найти и в других частях. Ну, в общем, это sensitive информация, по крайней мере, видите, для людей. Не делайте так. Если что-то выложили, не убирайте. Вот, вас покусают. Следующий вопрос. Можно на портале поискать, я думаю, найдется. У меня вопросы, и уже Михаил Новоселов ожидается. Да, давайте я с удовольствием отвечу на седьмом этаже, где поспокойнее на все вопросы. Спасибо. Очень короткий вопрос. Для того, чтобы ограничивать приложение в сэндбоксе, нужно знать, чем оно занимается, а значит, нужен манифест, как в андроиде. Есть ли у вас в Авроре манифесты, насколько гранулярные они для каждого приложения? Да, под манифестом в текущей рамке мы используем расширение декспайла, где, соответственно, например, зоны доступа приложения определяются набором пермишенов. Какой набор пермишенов, каких именно доступен, какому профилю определяется ключом разработчика? Так, ну все, наверное, аплодируем. Спасибо. Опаздываем. Обед.